Всем привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Store. И сегодня у нас на обзоре умная розетка от Xiaomi под названием Aquara. Вот в такой коробочке она упакована. Давайте сразу же распакуем, посмотрим на само устройство. Это не смарт-розетка, как некоторые другие модели умных розеток Xiaomi. Нет, это розетка специально для монтажа, чтобы она непосредственно находилась в стене, а не такие, как тройники-переходники, как другие розетки от Xiaomi. То есть это полноценная розетка для монтажа в стену с полным подключением проводов. Розетка вот такого квадратного вида, белого цвета. У нее есть два входа, один из которых можно использовать для вилок нашего стандарта, и он же, кстати, подходит для китайских вилок, которые такие с двумя штекерами. А второй подходит только для вилок китайского стандарта с тремя штекерами, как раз которые часто встречаются на устройствах от Xiaomi. И, соответственно, чтобы этот штекер работал, нужно будет и подключать не просто, как у нас можно это делать, только на фазу и ноль. Но еще нужно будет подводить провод заземления. В коробке, помимо самой розетки, также два болта для монтажа. Вот здесь есть отверстие, соответственно, с помощью этих болтов розетка будет прикручиваться к монтажному коробу. Снимается этот верхний кожух, поддевается, может быть, там отверточкой или какой-нибудь пластиковой карточкой. И тут будет просто серый пластик, и там будет место, чтобы вставить вот эти два винтика. Также в комплекте есть инструкция к розетке. Вот тут также изображено, как разбирать ее и прикручивать. Все то, как я и сказал, QR-код для скачивания приложения Mi Home, так как управляется эта розетка с помощью этого приложения. Ну и еще некоторые там спецификации, технические характеристики. Все, как всегда, на китайском языке. На лицевой части розетки также находится вот такая кнопка продолговатая, с точкой, которая является светодиодом. И также вот эти отверстия входов, они с такими как бы защитными перепонками, которые сейчас используются повсеместно во всех там розетках и сетевых фильтрах. Давайте попробуем подключить и включить устройство, и я расскажу, что же в нем такого, что же в нем умного, и почему он направляется с помощью приложения. Подключу я его с помощью такого своеобразного удлинителя, без земли, без земления, просто нолифаза, прикручу в соответствующие разъемы и включу его в розетку. Теперь можно подключить розетку к питанию и попробуем ее включить. Розетка подключена и по нажатию на кнопку сгорается синий светодиод. Управлять розеткой можно с помощью приложения Mi Home, с помощью нашего смартфона, но дело в том, что розетка управляется не напрямую, не как отдельное устройство. Чтобы управлять этой розеткой, вам понадобится шлюц от Xiaomi, через который также управляется в списке подключенных устройств. Можно подключить еще некоторые другие смарт-розетки и всякие подобные переключатели. Отдельно эта розетка не работает, это важно. То есть, если вы уже пользуетесь розетками Xiaomi, которые управляются через шлюз и у вас есть этот шлюз, то все отлично, вы можете просто подключить и она подключится к дополнительным устройствам от вашего шлюза в этот список устройств. Но без этого шлюза в поиске устройств вы не найдете отдельно эту розетку. Давайте вставим и попробуем подключиться уже через шлюз к этой розетке. Итак, у нас в приложении Mi Home уже подключен и добавлен этот шлюз от Xiaomi Gateway и на вкладке этого устройства есть такая вкладка девайса. Здесь можно добавлять так называемое подустройство, которое управляется вот этим самым шлюзом. Здесь, соответственно, мы находим нашу розетку, которая называется ZGB. После этого она добавляется, чтобы она начала определяться, нужно будет пять секунд подержать кнопку включения на ней и тогда произойдет сопряжение устройств. И теперь мы можем заходить на подменю вот этой розетки ZGB. Интерфейс выглядит таким образом. Вот она наша розетка, наши входы, которые по нажатию на само изображение, вилки включаются. Здесь загорелся зеленый свет, розетка издала характерный щелчок и загорелся диод питания. Так, что я вижу под самим изображением розетки? Здесь есть некоторая статистика. Здесь измерение напряжения киловатт в час. Сегодняшняя статистика за месяц. Короче, тут он делает статистики и графики, когда вы пользуетесь этой розеткой, сколько электричества, какие часы были потрачены. Я думаю, в конце месяца приводит какую-то там примерную сводку. Внизу также есть кнопка включения-выключения розетки, вот такая маленькая. Есть кнопка таймера, есть время выключения. В подразделе таймер можно добавлять такой некий даже, наверное, не таймер, а будильник. То есть здесь есть вот подменю повторения, то есть делать это каждый день, в рабочие дни, выходные. И, собственно, включение розетки установить на определенное время. Вот, например, 11 часов утра и выключение розетки вот до 8 вечера. То есть как вам угодно на своеобразный такой не будильник, у режима работы розетки, в котором может что-то быть включено, к примеру. Это может быть бойлер для нагревания воды. Установка, в котором таймер может быть есть и в самом, но зато, с помощью этой розетки, если бойлер будет подключен непосредственно к такой розетке, можно будет управлять его таймерю через приложение в телефоне. Это, я думаю, даже удобнее, чем ковыряться в кнопках на самом бойлере. Но, я думаю, людей, которых заинтересует эта розетка, я думаю, они найдут еще некоторые предназначения для вот такого режима и оно, думаю, собственно, будет для них полезен. Здесь, как я понял, можно оставить то это таймер, через сколько будет выключена розетка. То есть, как я понимаю, это таймер выключения, который можно задать принудительно, то есть выбрать какое-то время, чтобы точно не забыть, через сколько часов выключится. Ну, возможно, для чего-то это тоже может пригодиться. Также в этом подменю есть еще настройки, некоторые розетки. Здесь есть также смарт-сцены, то есть совмещать управление розеткой с определенным сюжетом каждый день. Здесь есть некоторое взаимодействие со смартфоном, то есть добавлять, чтобы розетка отправляла какие-то оповещения или что-то делала, когда, например, вам приходит сообщение, приходит смс или там срабатывает таймер. То есть, ну, опять же, это все приложение и эти сцены отлично работают. Когда вы уже довольно долго пользуетесь умным домом, у вас много устройств, вы можете делать некий симбиоз, некоторые комбинации и что-то уже полноценно делать умный сценарий для вашего дома. По отдельности же этим пользоваться не так интересно, как может быть, если у вас все это вместе работает. Также тут есть некоторое подменю, то что какие-то защитные функции есть, функция зарядки, защиты, то что когда что-то заряжается в этой розетке, и он чувствует, что батарея заряжена, то розетка отключается принудительно от питания, чтобы не тратить электроэнергию. Также здесь есть кнопка выключения индикатора вот этого синего, так как если вы заметили, когда розетка включена, он постоянно горит синим цветом. То есть и тут можно, чтобы с 9 вечера до 9 утра этот индикатор не горел синим. То есть можно это включить, и он сейчас погаснет. То есть розетка работает, но вот такой режим сна, назовем его так, выключает этот светодиод. Также тут есть настройка максимального предела мощности у розетки от 800 до 2800, то есть вы задаете, и когда энергия достигает этого предела, заодно у вами розетка выключается или просто не дает потреблять больше. И также есть кнопка спрятать значок этого девайса в основном меню меховым, чтобы она отображалась только при входе на шлюз, или в основном меню, то есть просто включить, выключить. И также есть настройки основные. Это более системные настройки, то есть можно назвать эту розетку, чтобы она как-то определенно называлась, ну, примерно под названием комнаты, в которой она стоит, комната, коридор, гостиная и так далее. Также под группы девайсов разбирать их, раскладывать по, опять же, сетками, если у вас полный умный дом стоит, чтобы называть розетки или устройства в соответствующими нами, с комнатой, в которой они установлены. Ну и также системные настройки, добавление значка и там отзывы оставлять и так далее. Ну и давайте еще посмотрим, что видно в приложении, когда мы подключим какое-либо устройство в нашу розетку. У меня тут есть небольшой ночник с лампочкой в 40 ватт. Давайте вставим его в розетку с нашим стандартным виллки. Он уже загорелся, он был у меня включен. Ночник работает, можно выключить розетку, она выключается, соответственно, свет в лампочке тоже погас. Включим обратно розетку. И вот то, что тут изменилось, это показатель текущая мощность. Вот, как я и сказал, у меня там 40 ватт лампочка стоит. Тут такие есть показатели. То есть, ну, соответственно, сейчас будет не видно пока что в графиках, то есть нужно активно пользоваться розеткой, чтобы через нее ушло электричество, так сказать. Пока статистики никакие не приводятся. Вот, еще из плюсов, кстати, того, что управляется эта розетка шлюзом, то, что шлюз-то подключается к вашей сети дома. Получается, что какие-либо устройства, подключенные к розеткам, вы можете подключать и вне дома. То есть просто через приложение, потому что шлюз управляется удаленно. И все эти розетки получаются у вас под контролем, даже когда вы вне дома. Ну что ж, на этом, я думаю, наш обзор можно закончить. С розеткой мы разобрались. Управление достаточно простое. Там, в принципе, и функций не так много, но я думаю, эта розетка будет полезна для тех, кто уже довольно сильно напичкал свой дом устройствами от Xiaomi, какими-то устройствами, которые управляются посредством приложения Mi Home, или которые уже пользуются шлюзом, и там некоторыми смарт-розетками от Xiaomi. Ну и, в принципе, этот перечень функций, которые есть в приложении с таймерами и определенным временем включения, я думаю, некоторые люди найдут полезны для каких-либо устройств, которые есть у них дома. Свои мнения об этой розетке можете оставлять в комментариях. Также пишите, если вы пользуетесь или пользуетесь этой розеткой, что вам понравилось или не понравилось. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока.